Национальная гвардия в нескольких американских штатах приведена в состояние повышенной готовности из-за возможных беспорядков во время президентских выборов, сообщает CNN. Силы национальной гвардии будут готовы помогать полиции с 4 по 7 ноября, сказал губернатор Вашингтона Джей Инсли. Выборы президента США – самое важное политическое событие в ближайшее время. Большинство международных встреч планируют после выборов главы Белого дома. Среди самых важных, значительных мероприятий, которые планируются, это саммит в Бразилии J20, на котором должны присутствовать лидеры всех 20 ведущих государств, скорее всего, без Российской Федерации. И вот на этом саммите, он должен пройти 18-20 ноября, будут определяться некие начальные точки, с которым встретится новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки. Вместе с выборами президента американцы будут голосовать и за новый состав Палаты представителей и треть Сената. Состав Конгресса США частично обновляется каждые два года. Сейчас большинство в Палате представителей у республиканцев, а в Сенате у демократов. Выборы могут изменить расклад сил в Конгрессе. Впрочем, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Болкер считает, что вне зависимости от того, какая партия наберет больше голосов, Конгресс продолжит поддержку Украины. Во время избирательной кампании украинская тема не была ведущей и даже второстепенной. Это очень хорошая новость, она не позволила раскалывать американских избирателей, американский электорат на противоборствующие группы. И тем самым это говорит о том, что этот вопрос не будет определяющим для конфликта между демократической и республиканской партией в следующем Конгрессе. Нынешняя избирательная кампания в США сопровождается постоянными попытками вмешательства третьих стран. Операции влияния и дезинформационные кампании в американской разведке связывают с Россией, Китаем и Ираном. Их цель – подрывать доверие к демократической системе, отмечают аналитики. И это есть как раз вот этот аспект войны, одно из проявлений войны на глобальном уровне – борьба демократии и автократии. Электоральные риски и прежде всего, конечно, в Соединенных Штатах, как все-таки страны лидеры в глобальном, это, конечно, будет иметь большое значение, как будет происходить внутри самих США, да, вот эта поствыборная ситуация, насколько она будет действительно длительной, недлительной, как это все будет происходить. Курс нового президента США окажет значительное влияние на исход войны России против Украины, говорят эксперты. Прежде всего, речь идет о формах и объеме военной помощи Киеву, а также о политике сдерживания страны-агрессора и ее союзников. Кроме того, президент США формирует правительство, а оно принимает решение об экономических ограничениях в отношении Москвы. Санкционное давление на российскую экономику напрямую влияет на способность кремлевского режима продолжать агрессивную войну против Украины. И третье, но не менее важное – дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов Америки. Речь идет, прежде всего, о союзниках Вашингтона по НАТО, но также и о партнерах в Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Примером таких дипломатических усилий может быть контактная группа по обороне Украины в формате Рамштайн, которая собирает более 50 стран. И новый глава Белого дома может либо продолжить эту политику, либо свернуть ее. Андрей Дмитренко для телеканала Freedom.